Так, доброе утро, дорогие друзья! Все, мы начинаем урок. Сейчас я включу только Инстаграм, чтобы у нас был и Инстаграм, и Фейсбук. И мы начинаем наш традиционный, традиционнейший урок Торы по утрам в 10.00 на платформе Ваикра. Платформа Ваикра – это платформа, на которой собираются те, которые хотят обучать Торе, преподаватели, и те, которые хотят изучать Тору. И мы помогаем им соединиться через сайт, через группу в Фейсбуке, в которой уже почти 80.000 человек. Представьте, количество – 80.000 человек. Дай Бог, чтобы каждый день все учили Тору, и мир изменится к лучшему прямо моментально. Вот так, оп, и Божественный Свет наполнит весь мир в заслугу того, что мы учим Тору. Хорошо. Хорошо. Теперь, значит, мы учим Тору в Инстаграме, в Фейсбуке, и если вы в Фейсбуке подпишитесь на все каналы, у нас есть рассылки в WhatsApp, в Telegram, в Viber, есть email-рассылка, есть сайт, вообще будет отлично. В любой форме вы сможете получать у Роти Торы. Именно есть разные-разные раввины, советую вам посмотреть, особенно в Фейсбуке, на сайте, есть очень разные интересные люди. И очень важно найти для себя тот формат, который вам позволит ежедневно, как написано, что «вейгата байямамалаля» – ты должен ей именно заниматься днем и ночью. И когда ты будешь ей заниматься немного днем с утра и немного ночью, когда уже темно, то, естественно, все изменится. Все изменится в лучшую сторону. А мы пока месть продолжаем, именно мой урок – это Мишлей, притчи царя Соломона. Мне самому очень важно, интересно их изучать. И сейчас мы находимся в 23-й главе. В 23-й главе нас предупредил царь Соломон, что тот, кто гоняется за удовольствиями, он как будто попадает в глубокую яму, а тот, кто, значит, увлекается чуждыми философиями и мировоззрениями, он попадает, как в узкий колодец. Все, это мы все узнали. Теперь двигаемся дальше. Дальше объясняет царь Соломон, 28-й отрывок. Написано так. Аф-и-ти-хетет-те-роф-у-бог-дим-ба-адам-то-сиф. Значит, дословно переводится так. Так же она, как разбойник, хватает. У-бог-дим-ба-адам-то-сиф. И бог-дим – это предатели, отступников в людях умножает, добавляет. Значит, здесь, опять же, царь Соломон объясняет, два у человека есть врага. Два главных врага – это первый враг. Это стремление к удовольствиям, когда у человека внутри, его внутреннее животное. То есть мозг человека, ученые сегодняшние знают, современные ученые, что мозг человека состоит из трех частей. И часть мозга называется инстинктивная, мозг рептилии. Там зашифрованы все рефлексы, ну, все, что на автомате, то, что вообще не связано с мышлением, оно зашифровано вот в этом вот мозге, мозге рептилии. Он как бы внутри там находится, в мозжечке где-то, и он управляет всеми инстинктивными процессами, рефлексами и так далее. Теперь этот мозг рептилии называют ученые. Дальше на нем есть такая лимбическая система, большие полушария. Ученые называют это мозг млекопитающего. Значит, у млекопитающих, у них более сложная задача, чем у рептилии, они уже разбираются. Знаете, коровы, там, овечки, лошади, собачки, млекопитающие. Они такие уже более умные, но у них есть в жизни одна цель. Это кушать и спать. Все. То есть, если животное, оно покушавшее, оно там, ему есть с тема размножаться, животное, оно полностью жизнью удовлетворено, ей ничего больше, кроме этого, не надо. Животному ничего не надо. У него нет долгосрочных планов, у него нет никаких программ развития, никаких заповедей у животного нет. У животного живет себе по инстинктам, плюс стремление получать удовольствие от жизни и избегать страдания. Понятно. Теперь получается, что, но у человека есть еще третий уровень. Третий уровень называется неокортекс. Неокортекс это кора головного мозга, это уже то, что делает человека человеком. То, что позволяет человеку разговаривать, мыслить, передавать информацию, планировать долгосрочные планы и жить по каким-то правилам, которые идут вразрез с тем, что его хочу, его животные внутренние говорят. То есть, есть люди, например, он себя там начинает моржом становиться. Ну, зачем в собате быть моржом? А человек нет, я себя сейчас в холодную воду опущу. А зачем? А чтобы потренировать мою рептилию, чтобы она была в тонусе. А другой человек говорит, а я, например, вот не буду есть там пост, не буду есть. Почему не буду есть? А потому что Бог сказал, что это пост Йом-Ти-Пур, например, и я верю, что это Йом-Ти-Пур, я не буду ни есть и ни пить, все, сам отказываясь от еды и пить, я серьезно. И вот человек постоянно находится в противоречии между своими интеллектуальными построениями и схемами, как надо жить, как правильно жить, какой у меня план, как я видел бы свое поведение. А внутри-то у него рептилия и животное, и они живут на своей волне. Теперь говорит нам царь Соломон, если ты живешь на поводу своих эмоций, у своего хочу, у своего животного внутреннего, то оно, это животное, оно как разбойник хватает. То есть вожделение, оно, вожделение, это стремление к удовольствию, оно иногда просто у человека, есть такое выражение, планка падает, и все, он видит там, например, что-то вкусное, еда, торт, и он забыл уже, что он на диете, вот просто забыл моментально, хочется ему. Или же он, например, может быть, это не торт, а для кого-то это алкоголь, а кто-то видит женщину какую-то запрещенную, и он все, уже забыл, что он женат, трое детей там и так далее. То есть вот это вожделение, желание, как говорят, любовь, как эмоции, они как буря такие, да, как буря эмоций, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь там у кого-то, да, и так далее. В общем, царь Соломон сказал 3000 лет назад, очень все просто. И предателей в людях добавляет, это как раз говорится о втором, втором враге человека. Второй враг человека это интеллектуальные чуждые идеологии. То есть, например, вот человек не пьет, не пьет он алкоголь, например, да, а ему кто-то приходит и говорит, ну что ты вот, что ты там не пьешь, это все, и рассказывает, что пить надо. Или один человек, он религиозный, верующий, второй к нему приходит, говорит, да фигня это все, ты что не понимаешь, мы от обезьян, все, а раз мы от обезьян, все можно. У меня, кстати, недавно, у меня был, я с дочкой биология чуть-чуть посмотрел, что они изучают, ведь теория эволюции, там проблема не в том, что человек от обезьяны произошел, тут еще как-то вот они, ну хоть чуть-чуть и что-то общее. А как жизнь развилась из этих первой бактерий, которые были, да, как из бактерий обезьяна получилось, вот это вопрос. То есть, почему, как вообще из одной клетки появилась обезьяна? Вот, и человек, который утверждает, что он от обезьяны, он должен тогда идти дальше, он должен сказать, я не от обезьяны, я от динозавра произошел, потому что обезьяна, что тоже по теории эволюции от динозавра. А еще лучше дальше пойти, что я не от обезьяны произошел, я произошел от инфузории. То есть, все, кто верят, что они произошли от обезьяны, они должны верить, что они от инфузории произошли. Они братья с инфузориями. Да, знаете, берешь такую бактерию, о, привет, брат, я как раз мы родственники, я от тебя произошел. Понятно. Значит, царь Само нас предупредил, что вот эти вот все теории, которые идут, это не божественно, это не Тора, это не то, что мы получили от Машера Бейна, что Берешит, Барай, Лаким, это Шабайм, это Ары, сначала Бог сотворил небо и землю. Все остальное, это чуждая идеология, которую придумывают люди, опять же, для чего? Для того, чтобы оправдать свое желание. То есть, в Талмуде написано, что люди грешат по двум причинам. Первое, чтобы оправдать свое стремление к разврату. Второе, в них вселился дух глупости, то есть, они просто как сумасшедшие, иначе человек бы не грешил. Он же понимает, что лучше добро, что лучше любовь, лучше честность, лучше выполнение заповедей, лучше выполнять волю Бога, чем идти против Бога. Понятное дело, что любой нормальный человек поймет, что жить по божественным заповедям, это хорошо, приятно, правильно, честно, добро, то есть, ну, как бы, все понятно. Только глупость и желание удовлетворить вот эти вот свои внутренние, внутренние животные инстинкты, только это человек отводит от Всевышнего. Теперь 29-й отрывок, Царь Соломон нам дальше продолжает эту же тему. И видно, вот, 3000 лет назад так говорили, значит, звучит 29-й отрывок, очень странно звучит на современный язык, он очень странный. Значит, лими ой, он спрашивает, кому ой, лими ой, кому хочу, лими ой, кому ой, лими ой, кому хочу, лими медианим, а кому ссоры, лими сия, тем, у кого разговоры, лими пцаим, кому раны, лими пцаим хинам, кому раны пустые, хинам, это, ну, как бы, напрасные раны, да, кому напрасные раны, лими хахлилут эйнаем, тем, у кого красные глаза. Вот, без объяснений, ну, как понять этот отрывок? Кому ой, тому, у кого хочу, у кого ссоры, у кого пустые разговоры, у кого напрасные раны, у кого багровость в глаз. Значит, следующий 30-й отрывок, он объясняет 29-й. 30-й отрывок звучит так. Ля махерим аля яин, ля баим ля хкор мим сах. Для тех, кто поздно засиживается за вином, и для тех, кто ходит и ищет бармена, того, кто, ну, раньше тоже были бармены, кто наливали хорошо вино, там, размешивали его как-то, с травами смешивали и так далее. Значит, говорит царь Соломон, смотрите, говорит, вот жизнь человека, который идет на поводу у своих хочу и у чуждых идеологий. То есть он не идет по торе, а он идет по каким-то выдуманным схемам и по влечению своего сердца. Делая, что хочу, сейчас очень модная идеология, типа хочу и буду, да? К чему это приводит хочу и буду? Кому ой? Кто кричит ой? Те, кто говорят хочу. Вот потом те, кто говорят хочу, они и кричат ой. Потому что когда ты хочешь, но не думаешь головой, или это вредно, или это полезно, или это можно, или это нельзя. Хочу, раз живем. Тот будет кричать все время на втором этапе ой. Как это сформулировано красиво? Ли ми ой? Кому ой? Ли ми ой? Тому, кто хочет. Значит, тот, кем управляет в жизни его хочу, он будет все время кричать потом ой, я же не знал. Ну, хочу я ехать на красный свет, мне надо. Ой, авария. Ну, хочу я, там, например, когда хочу приходить, когда хочу уходить. Опаздываешь, никто тебе не доверяет. Хочу я, значит, забирать чужие вещи, воровство, в тюрьму. Хочу я есть, что я хочу, буду есть вредное. Если это много вредного, то это ожирение, смерть. Если это много некошерного, то ты как бы идешь против Бога. И опять же, опять же, можно, то есть на духовном плане, тот, кто, евреи, которые обязаны соблюдать заповеди, если они едят некошерное, то они не представляют просто, насколько они себе вредят. А почему они едят некошерное? Хочу и буду. А вот я хочу есть некошерное и буду. Теперь, ли ми ой? Говорит царь Соломон. Кому ой? Кто будет кричать ой? Ли ми ой? Тому, кто будет жить по своему хочу. Ли ми медианим. А кому будут постоянные суды? Суды это, медианим это когда люди ссорятся. Он тут же отвечает. У кого ссоры? Ли ми сих? У тех, у кого пустые разговоры. Сидят люди, пустые разговоры. Да, а ты знаешь, что про тебя вчера сказал Саша? А что он про меня сказал? Да, ты просто не знаешь. И пошел, значит, что... А ты вообще про Сашу знаешь? А вот еще... А вот почему ты мне месяц назад сказал так плохо, вот так вот на меня не так посмотрел? И пошло-поехало. У кого пустые разговоры, у того ссоры. Прямо вообще. А о чем не пустые разговоры? Вот, например, Равис Хак Зильбер, за царь, за хроносовик Девраха. Он все время говорил только Деврей Тора. Он в любом разговоре, он рассказывал какую-то историю Деврей Тора, какие-то слова Торы, какой-то пример, какое-то это. То есть, очень-очень... То есть, у него все разговоры были созидательно, обучающие, развивающие, умные. И ни в коем случае нельзя говорить лошонара. Злоязычие нельзя говорить. Ни сплетни, ни злоязычие вообще нельзя говорить. Потому что, прежде всего, вот я недавно слышал разговор, один человек про другого говорит плохо. И у меня сразу же внутри, сразу же внутри у меня вот конкретно поднимается мысль. Да, а что же он про меня будет говорить? То есть, если человек в присутствии других людей говорит про кого-то плохо, первое, надо знать, что те, кто не учат Тору, они обязательно передадут. Это факт. То есть, доходит... Иногда такое бывает, что люди вот просто сказал про кого-то плохо, а ему потом передали, и неприятности такие, что ужас. Почему? Пустые разговоры. У кого медианим, у кого пустые разговоры. Дальше. У кого напрасные раны? Леми пцаим хинам. У кого будут раны напрасные? У тех, у кого красные глаза. Значит, а у кого красные глаза? И дальше 30-й отрывок. У сидящих поздно за вином красные глаза. И те, которые ходят отыстывать вино, у них обязательно будут напрасные раны. Я расскажу для меня когда-то. Вот эта история, она меня сопровождает всю мою жизнь. Я шел на тренировку, уже это было даже после тренировки, вечером. И навстречу мне шли три человека. Двое было спортсмены из спортинтерната, где я учился. И один был бандит такой, вот знаете, у нас в Харькове это называлось Сявки. Сявки это, ну, такие мелкие преступники, такие жестокие, которые кошкам, там, кошек поджигают. Да, такие прям есть люди. Вот зло прямо, да, они с детства зло. Но, и, значит, вот этот вот, здрасте, Раиса Васильевна. Значит, и вот этот вот, они втроем шли. А у меня вот было все время отторжение от вот такого зла. Вот я прям, ну, очень не любил жестоких людей. Вообще и сейчас не люблю люди, которые жестокие, которые могут обижать слабых. Для меня это всегда было, ну, отвратительные люди. И они говорят, мы идем пиво пить, пошли с нами. Я говорю, я с вами пиво не пойду пить, у меня там режим дня, тренировка, все такое. И я ушел. А они пошли втроем пить пиво. Два спортсмена, очень хорошие спортсмены, такие, подающие надежды, спортинтернат. И вот этот вот бандит. Там они познакомились с парнем, с одним, который тоже выпивал. Выпивал, и обычно люди, когда выпивают и не учат притчи царя Соломона, чем они занимаются? Пустыми разговорами. И этот парень им начал делиться своими успехами финансовыми. Потом они выпили еще, пошли к нему домой, продолжали дальше выпивать. И вот этот бандит, он его решил ограбить. Он его начал пытать там, прямо, чтобы он ему отдал деньги. И он его убил. Убил все пьяные, он его зарезал. Эти два спортсмена не знают, что делать. То есть, с одной стороны, этот бандит его убивает, они пьяные, и все. Тут, значит, соседи вызвали милицию. Вызвали милицию и кричат, критик, и все. Они эти спортсмены выпрыгнули из окна, я еще помню, потом их искали, был розыск. А оказалось, что тот, кого они убили, он еще и был из семьи какого-то там милицейского генерала. Их всех посадили, то есть, им такие сроки дали, вот по полной программе, все, что можно было, и все, что нельзя, и их посадили, все, жизнь испорчено. Почему? Потому что они учили, они 23-е глаза, глава, 29-й отрывок и 30-й. У кого, кто кричит, ой, тот, кто живет по-своему хочу, а не потому, как правильно надо жить и как надо. Леми медианим, у кого будут суды и, ну вот, ссоры, да, ссоры, медианим это ссоры. Леми всех, тот, кто впустую болтает, тот, кто много болтает, у того будут обязательно ссоры. Леми пцаим хинам, у кого будут раны напрасные. Леми хах лилут и наем, тот, у кого красные глаза. И 30-й отрывок. Лема харим аля янь, те, кто сидят поздно за вином, леба им ляхкор мисмах. И те, кто мимсах, те, кто ходят еще и ищут вино, есть люди, которые, вот они прям такие гурманы, давай тут побухаем, там побухаем, вот это коктейли такие, вот это коктейли такие, давай убьемся, значит, в пятницу и все. Значит, ну, понятное дело, что еще сегодня последний день суббота, и чтобы как-то было веселее, есть такой Семен Слепаков, смешной, если вам хочется посмеяться, у него есть песня «Не пью», называется. Песня «Не пью», там, где человека, который всем объявил, что он не пьет, люди уговаривали, как это принято часто бывает, уговаривали выпить, а он выпил, и он схватил нож, и им там устроил. Такая смешная песня, как раз об этом тоже она хорошо иллюстрирует, вот эту вот историю ужасную, когда не надо пить и как правильно себя вести. Все, давайте переведем в позитив. Значит, давайте переведем в позитив все это. Значит, те старые, друзья, эта история была, когда мне было 17 лет, это было 30 лет назад. Они, никто из них не был евреями, и вряд ли они вообще, ну, учат Тору. Но если они учат Тору, они на меня не обидятся, я же не назвал ни одного имени и фамилии. А если они не учат Тору, так они и так друг на друга обижаются. У них вся жизнь, она в обидах на правительство, на страну, на жизнь и все такое. Поэтому, но это не является лошанра, когда не называешь фамилии, когда рассказываешь историю, о которой знает много людей. Лучше можно все равно не рассказывать с фамилиями, чтобы никого не обидеть. Но это как бы была вообще просто иллюстрация. Кто-то пишет, что я, не обидятся ли они на меня. То есть я думаю, что нет. Хорошо, друзья, все, удачи, успехов. Всем хорошего, прекрасного дня, полного радости. Шаббат, шалом, сегодня вечером наступает шаббат. Симхат Тора, радость Торы. Потому что все можно найти в Торе. Радость, веселье, интерес, изучение. И если ты выстраиваешь жизнь по Торе, то все остальное, все остальное отлично будет складываться. Все, всем удачи, успехов. Всем пока. Пока. Хорошего дня, шаббат шоу. Продолжение следует.